приветствую всех на канале пчеловодство и природа сегодня ходить хочу поднять такую тему насколько полезны и нужны труднее в улье ну кроме того что они спариваются с матками и тут все понятно тут они нужны на некоторое время и так далее а вот какую-то работу они в улье выполняют или они просто балласт и вот я допустим тоже также думал как хив наверное большинство пчеловодов что труднее семье абсолютно никакой роли не играют кроме того что спариваются с маткой и считал что они бесполезны но я очень удивился я сейчас просто не помню у меня тут две семьи здесь и 2 там вот и в двух как минимум 7 семья я увидел одну интересную картину и вам сейчас если я это точно попаду на ту семью то я вам это продемонстрирую и пород потом прокомментирую значит здесь у меня здесь у меня я тоже делал разные манипуляции в этой семье во всех здесь семья вот менял маток и у меня здесь практически по выходил весь расплод вот и я дал сюда молодых маток ну тут рамочки вот такие натяжку стоят где-то они чуть-чуть медок забросали ну не в этом суть значит я просто о чем я хочу сказать что здесь здесь весь расплод вышел пчел стала пока я эти манипуляции делал намного меньше вот и картина получилась такая что когда матки уже начали сеять вот то пчел очень мало для того чтобы и нектар собирать и кормить пчел вот и вот здесь уже видно видно червячки то есть это молодой молодой расплод уже этой маточки которая но сейчас сожалению немножко картина другая но мы сейчас может быть дойдем я о чем просто сейчас хочу сказать что тогда когда я открыл то тут была масса трудней который которая сидела на расплоде сейчас вот я смотрю тут одни пчелки остались или они слетели просто такой период я попал или эти труд не слетели но сейчас может быть мы их найдем чтобы я показал мне ну картина совершенно изменилась или это в другом улье было вот не здесь здесь нет я там все-таки ошибся в том улье там меньше трудней вот а вот здесь я сейчас покажу вот я открыл улей потому что ну я просто уже не помню где какая картина была йод смотрим значит здесь уже вот есть труд не так ну тут еще их мало вот больше трудней а теперь идем туда к расплоду вот я просто что хочу сказать но сейчас погода такая теплая труд не могли вылететь на спаривание конечно но все равно вот больше их тут больше уже ходит вот вот сколько трудней и сейчас дойдем до того места где уже пойдет расплод вот я был очень удивлен что я хочу сказать сейчас в этом видео что трудней вот трудней так это мисочки тянут но здесь я еще не вижу пока засева вот трудней уже побольше вот сколько трудней так тут что тут засела еще не вижу но по крайней мере вот такое количество даже труднее это неестественно хотя матка тут есть уже матка сеет вот зачем казалось бы пчелам держать такое количество трудней но все же они по какой-то причине пускают сюда в улей вот уже пошел расплод так не тут их поменьше ну вот видим сколько труднее вот смотрите расплод и смотрите сколько здесь труднее ходит видите вот вот по расплоду ходят трудней так сейчас следующую рамочку посмотрим ну еще раз говорю что это сегодня летная погода вы смотрите сколько трудней ходит сколько пчел пчел немного но их дополняют трудней для того чтобы греть расплод их дополняют трудней то есть я о чем хочу сказать что положительную роль положительную роль тут сколько трудней видите там 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 ходят положительную роль они кроме того что спариваются с матками играют в семье создают нормальный микроклимат греют расплод создают температуру поэтому вот задавали мне вопрос что-то нужно делать с труднями вот они случайно там больше их выявилось я бы ответил на этот вопрос так что если уже пчелы потратили энергию потратили мед свои силы на вывод этих трудней то эти труд не пригодятся они играют свою положительную роль кроме этого трудней если выявились в этой семье не обязательно они жить будут они потом разлетаются по всей пасеке и там где проблема там они помогают той семье поэтому как бы даже и с этой точки зрения что если они уже выявились то трогать их уже тогда ничего им делать не надо можно когда трудня только запечатали вырезать эту часть рамочки или вскрывать вытряхивать и таким образом мы убираем какую-то часть клеща ворова вот метод борьбы с клещом вот но если уже и еще раз говорю тут и не выявился то лучше его лучше его не трогать на этом все подписывайтесь на канал пишите комментарии пока